Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok История называется «Кусочек». Автор истории – Микки Сан. Ссылка на автора будет в описании. Подписывайтесь на его группу ВКонтакте и читайте комиксы. Ссылка на группу «Хозяйки женского голоса» тоже будет в описании. А перед началом прослушивания я хочу поблагодарить следующих подписчиков за донаты. Александр Кривкин, Клочок Концепций и Дмитрий Чугунов. И, конечно же, благодарю всех подписчиков Бусти, которых вы видите на экране. В особенности подписчиков – Блинч, Виляна Трамбон, Соня, Урбаноид, Руслан Буранов и Коронекса. И огромнейшее спасибо Алексею Ульянову и Ирине Житковой. Вы все очень помогаете каналу. Внимание! История будет содержать ненормативную лексику. Вы предупреждены. Ну а теперь к истории и приятного прослушивания. Знаете, вот бывает такое. Сидишь, залипаешь в какую-то репетативную игру посреди ночи. Мозг уже давно хочет спать, но тело бодрствует. И ты сидишь и играешь. Уши давно устали от наушников. Поэтому ты отрубаешь музыку и продолжаешь играть лишь под тихие крики убиваемых мобов. И вот в таком состоянии думаешь о чем-то своем. Какие-то рандомные моменты из жизни прокручиваешь. Фразы, диалоги. И вот однажды какая-то из фраз может тебе в голову втемяшиться так, что сама будет непроизвольно возникать в сознании и крутиться там. Крутиться, крутиться. Пока ты уже наконец не пойдешь высыпаться. Вот и у меня сегодня такое же. Только проблема в том, что я с этой фразой в голове проснулся. Встал с кровати подвой будильника. И первое, что в голове появилось. Слово. Кусочек. Кусочек. Сначала я и значения этому не придал. Ну, мало ли, приснилось что. А потом, во время чистки зубов, этот кусочек стал повторяться мозгом все более интенсивно. Хотя от сна я уже отходил. Так навязчиво, аж бесит. Вот уже специально заставляешь себя не думать ни о каких кусочках, а разум упрямится. Сквозь любые сторонние мысли проталкивает этот гребаный кусочек. Я даже позавтракать не сумел нормально. И без того, не самая аппетитная яичница выглядела совсем тухло. Из-за выскакивающего тут и там кусочка. Бросил я это дело и пошел на работу. Надеясь, что в дороге отпустит. И вроде реально отпустило. А пока шел пешком в наушниках, музыка заглушала любые мысли. И позволила насладиться вокалом певцов и певиц. На подходе к месту работы уже и вообще забыл про это слово. И стал открывать свою смену, как ни в чем не бывало. Где-то до обеда время шло незаметно. А вот когда он наступил, к нам на склад завалилась веселая коллега с какой-то покупной коробкой с бантиком. Оказывается, у нее сегодня был день рождения, о котором я даже и не знал. Кажется, я один не знал. Среди всех коллег, кстати. Все начали ее поздравлять. Ну и я подключился. Она говорит. Ой, спасибо, дорогие. А я тут тортик принесла. Вроде бы вкусный. Давайте отметим. Каждому по кусочку. И зачем она только это сказала? Утреннее наваждение снова вернулось, и мой мысленный голос стал повторять. Кусочек, 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 кусочек. Кусочек, кусочек, кусочек. То без пауз, то нараспев, словно буратино зовет, то пескляво, то низким басом. Мне кажется, я позеленел и сказал, что мне надо отойти. Стоя в уборной, я умывался. А точнее, яростно втирал воду себе в лицо, пытаясь прекратить думать о кусочках. Оно не давало мне даже подумать, почему это происходит. Я не мог начать мысленную цепочку, построенную на причинно-следственных связях, потому что эта цепочка сразу перебивалась одним этим долбаным словом. Я впервые в жизни чувствовал, что мой разум не под моим контролем. Пару минут спустя я сел спиной на пол, когда немного подотпустило. Слова мне описать, как это неприятно, когда ты физически не можешь заставить себя думать о чем-либо, кроме одной фразы. Но теперь, когда мозги предоставили мне окно, я решил, что это вообще ненормально, и надо бы сходить проверить голову. Нет, я и по хондрикам никогда не был. Если у меня и начинало что-то где-то болеть, или вскакивала какая-то лютая сыпь, я это все игнорировал до того момента, пока не пройдет. И срабатывало, между прочим. Но это было куда страннее, чем... чем что угодно, что мое тело раньше испытывало. Я тут же нагуглил платные клиники нашего города, и записался к неврологу на ближайшее время, на послезавтра. Возвращаться к коллегам, которые там по кусочкам едят злосчастный торт, вообще не хотелось. Да и работать дальше тоже желания не было. Очень уж было боязно думать о том, что мне снова затмит разум этот кусочек. Ничего лучше не придумав, я склонился над унитазом, чтобы поиздавать в него всякие блевотные звуки. Но чтоб мое оправдание в виде... Извините, меня что-то тошнит, я домой. Звучало хоть немного убедительнее, если вдруг за дверью кто-то есть. Вот только склонившись, я услышал прямо из воды в унитазе какое-то бульканье. А потом, собственно, я увидел пузыри, как будто там под водой кто-то пытался что-то сказать, или скорее выкрикнуть. Сразу захотелось убрать лицо от общественного толчка, чтобы на меня ненароком ничего не брызнуло, но почему-то мне показалось просто смертельно необходимым послушать это. Поэтому я максимально спокойно попытался опустить ухо в дырку с водой, но конструкция унитаза не позволяла. После я попытался хотя бы каким-то из органов чувств достать до бурлящей воды, носом, языком, глазами, хоть как-то себя туда окунуть. Мне очень хотелось узнать, кто пытается до меня докричаться из водопровода. Не получилось. Поэтому я просто стал зачерпывать оттуда воду и втирать себе в уши, непонятно на что надеясь. Ничего не получилось. Меня это все ужасно взбесило, поэтому я сорвал крышку с бачка и опустил голову уже туда. «Кусочек. Кусочек». Голос был бурлящий, но понятный, словно бы это и вовсе я говорил, но мой рот был закрыт. Не ясно, со мной ли это говорят или это у меня в голове. Но через секунду я вытащил голову из бачка и просто охренел от того, что я только что вытворял. Посмотрел на пол, увидел разбитую крышку бачка на полу, осколки и трещины на кафеле, а в дверь уже стучались обеспокоенные коллеги и спрашивали, все ли у меня в порядке. Я открыл им, и они увидели прекрасную картину. Я с мокрой головой, с которой все стекает на белую рубашку, стою посреди кабинки, на полу которой валяются куски унитаза, а взгляд у меня как у полного безумца. «Тошнит», — говорю. После таких событий само начальство меня отправило домой. И, блин, наверное, уволят. Подумают, что я там нюхал чего в толчке. Ну не пересказывать же им весь этот бред, а? По приходу домой я стал набирать ванну, чтобы смыть с себя все, чем мог испачкаться, и залез в нее. Мой взгляд был сфокусирован на белом потолке, а мысли крутились вокруг того, как я послезавтра буду сидеть и рассказывать врачу о случае в сортире. Не знаю, что и думать. Гуглит, что со мной может быть. Очевидно, не хочу. Позвонил приятель, который все хотел меня позвать побухать. Несмотря на то, что я сказал ему, что у меня загруженная неделя, что из-за переезда я не могу нормально распределить мысли, а на работе последнее время не хватает рук. Видимо, это очередная его попытка. Я вытер руки и поднял трубку. О, здорово. Ты что, там спишь, что ли? Короче, смотри. Есть вариант на выходных на дачу сгонять. У меня там шашлыки будут. Я его перебил. Да Серега, е-мое, я же тебе сказал, времени ни хрена нет. Ну не могу я сейчас никуда отъехать. Он все так же весело ответил. Эх, ну ладно, смотри сам. Но я там такой шашлык забацаю. Тебе же хуже будет, что не поехал. А чтоб тебе еще обиднее было, я для тебя сохраню кусочек. Я просто взял и утопил свой телефон в ванне с абсолютно пустым выражением лица, словно бы кого-то реально душу и топлю, хладнокровно и не зная жалости. Кусочек, кусочек, кусочек. Серегин голос в голове повторял это слово, то с вопросительной, то с восклицательной интонацией. А я не переставал душить телефон. Ну молодец. С работы сейчас уволят, телефона лишился. А еще же ведь врача оплачивать. И все из-за каких-то кусочков. Созерцание белого потолка теперь сопровождалось гудением моего голоса, голоса коллеги с тортом и Сереги. И все они повторяли лишь одно. Кусочек, кусочек, кусочек. Кусочек, кусочек. И тут голос коллеги вдруг сказал. Где мои кусочки? Эта фраза вдруг обожгла спину и стало так страшно, словно рядом упал башенный кран. А меня чудом пронесло, и я завис вот в таком вот ступоре. Вот только, как я позже понял, сказано это было не внутри моей головы, а внутри крана. Где мои кусочки? Вопрос повторился. Кто-то в моем кране женским, а теперь уже скорее девичьим голосом спрашивал, где его кусочки. Казалось, девочка хотела спросить что-то еще, и мне очень надо было это услышать. Чего еще ей надо? Я выключил льющуюся воду и приложился ухом к концу крана. Конец фразы звучал как «Я не могу их найти». И вроде бы все замолчало, но я хотел слушать дальше и поранил ухо краном. Больше я, к сожалению, ничего не услышал. Наступал вечер. Я заварил кофе и всмотрелся в воронку, оставшуюся после размешивания сахара. В голове пока было пусто, а я чувствовал себя довольно уставшим. Из-за этого начал клевать носом и решил, что надо бы перемещаться в кровать. А вот как только лег, так сразу стало страшно засыпать. Мало ли какие сны мне могут присниться, учитывая творящиеся в моей голове. Я включил на телевизоре какой-то канал и поставил на самый долгий таймер. При свете и тихом бормотании будет спокойнее. Шли повторы какой-то старой программы про автомобили. Я решил, что подобная скука-то точно поможет поймать сонную атмосферу. Прокрутив в голове все долбанутые события сегодняшнего дня еще пару десятков раз, я наконец уснул. Снилось мне, что я бегаю по сырому подвалу в поисках воды, потому что обезвоживание вот-вот начало бы забирать мою жизнь. Очень хотелось пить, но воды в этом подвале нигде не было, отчего я решил разломать, по всей видимости, какую-то водопроводную трубу и хотя бы оттуда добыть какую-то жидкость. Но я тут же проснулся. Меня разбудила отвратительная заложенность носа, и я спал с открытым ртом. Он весь пересох, отчего мне и снился этот дурацкий сон. Заложенность была очень мерзкой, я всей носоглоткой ощущал, как сопли давят на нее изнутри. Видимо, купая голову в холодной воде бочка унитаза, я как-то простыть умудрился. И правда, начинало приходить осознание, что все остальное самочувствие тоже не ахти. Температура, кажется. Из-за такого неприятного пробуждения вся комната казалась странной, мутной и чужой, а по телевизору шла какая-то утренняя кулинарная программа, в которой готовили хрень с куриными сердцами. Я сразу ввел громкость в ноль, опасаясь, что ведущая сообщит, что блюдо необходимо готовить, нарезав эти сердца кусочками. Утро было совсем раннее, на улице ни следа солнца, но, к счастью, в паре домов от меня была круглосуточная аптека. В нее надо было сходить прямо сейчас, потому что меня ужасно раздражало то, что я не могу и струйку воздуха в нос пропустить. Небрежно собравшись, я выполз в подъезд. Одетый в грязную поношенную куртку, не просохшую до конца рубашку, кеды без носков и треники, я шел по лестнице, дыша ртом и, вероятно, выглядел как настоящий маньяк. Будет забавно, если я вдруг напугаю кого-то из своих тупых соседей. И да, я так и шуганул моего соседа Ивана. Он стоял, курил и, видимо, собирался на работу, как услышал шарканье моих ног и тяжелое дыхание. Дернулся, обернулся и еще раз дернулся. «Ты че крадешься-то?» — говорит. Я ему парой слов ответил, мол, заболел и иду в аптеку, а он кивнул и посмотрел на меня так задумчиво. Я уж было дальше, почапал, а он вдруг спросил. «К тебе менты не приходили в последнее время?» Я помотал головой. Не приходили. Я вообще ничего не делал противозаконного, кроме кражи Миллера в пятом классе. «Что-то они последнее время тут по соседям шастают. Ищут что ли кого? Если к тебе придут, ты мне расскажи, че они тут трутся. Мало ли у нас маньяк завелся». Я на него посмотрел, как на шизика в шапочке из фольги, и спрашиваю. «А че маньяк-то сразу? Давно параноиишь?» «Да, мало ли. Я б тебя не спрашивал, если бы они и ко мне заходили, но они как будто выборочно что ли ходят». Я медленно вдумывался в его слова, а он, выпуская дым, продолжил. «Причем раз в день приходят, так к разным жильцам. Как будто собирают какую-то информацию. Ну знаешь, так, немного покусу...» «Да, да, хер с тобой, придут, сообщу!» Прервал я его, понятно почему, и быстрым шагом покинул подъезд. Херня какая-то. Я, конечно, наслышан, что Иван тип странный. Помнится, он ругался с новоселами о том, что они у него вай-фай воруют, хотя у него он был три месяца, как отключен за неуплату. Но он вроде пил тогда, а сейчас вроде нет. Ну, в общем, такой подозрительности я не замечал раньше, но, думаю, ему она свойственна. Я вышел из аптеки с пакетом стандартных лекарств и таким желанным спреем, разжижающим все сопли заодно со слизистой. Но сейчас я мог дышать, и такое облегчение вкупе с прохладным ветром было очень приятно. Будто бы и остальные симптомы потише стали. Вдалеке я увидел девушку, выгуливающую очень странную собаку. Будто бы у нее не было конечностей, и она передвигалась, складываясь как гусеницы. Это меня позабавило, но просто потому, что я подумал, что мне привиделось, так как этот пес был вдалеке и в темноте. Не будет же хозяйка в самом деле выводить такое искалеченное животное на поводке. Дальше возле мусорных баков я увидел обеспокоенного бомжа, который бормотал себе что-то под нос и рылся в баке. А потом, вскрыв очередной пакет с отходами, психанул, швырнул его об землю, так что все разлетелось, и заорал. Да не могу я их найти! Отъебись! После чего сел на жопу и заплакал. С этого я тоже хрюкнул и пошел дальше. Сейчас я раздумывал о кусочках, но уже своим разумом и с вопросом «Почему же?» Действительно, мне вообще не ясно, почему это слово вдруг стало для меня каким-то триггером. Почему я делаю какие-то долбанутые вещи не по своей воле? Если так и дальше продолжится, поеду крышей и буду как этот бомж. Благо запись к врачу уже оформлена. Я остановился возле своего подъезда, рыская в карманах в поиске ключей, и мой взгляд случайно упал на доску объявлений. И, сука, лучше бы он туда не падал. Потому что самое свежее, самое чистое объявление сообщало. Потерянные кусочки. Звонить по номеру. А внизу пустые отрывные листочки. Как же я разозлился. Захотелось извиниться перед всеми интернет-шизиками, которых я заочно осмеивал за их веру в психотронное оружие. У меня нет объяснений, что сейчас нахрен вообще творится. Я жил себе спокойно, никого не трогал, и тут, как гром среди ясного неба, на меня сваливается какая-то просто до ужаса сюрреалистичная хуйня. И что мне делать, кроме как надеяться на помощь мозгоправов? Из-за угла дома вдруг показалась парочка ментов с собакой на поводке. Точнее, сначала я увидел поводок, а потом того, кто был к нему пристегнут. Ни в одной из возможных вселенных это не могло называться собакой. Это был настоящий мужской торс. Без каких-либо конечностей, без головы, просто грудь и живот. Без единой раны, грязной только из-за земли. Шлейка с поводком единственное, что на нем было. И он передвигался, прямо как гусеница, складываясь, распрямляясь, поспевая за своими ментовскими хозяевами. На рожах полицейских, тем не менее, не было никаких эмоций. Один из них мне махнул и крикнул. «Молодой человек!» Я же выпал из ступора, заорал и набирая громкость, открыл подъездную дверь и захлопнул, забежав внутрь. В квартире я стоял, придерживая ручку двери рукой и тяжело дышал от испытанного шока и пробежки по лестнице. «Ебать, что это было?» Я подошел к окну высматривать эту троицу. И да, я их увидел. Два мента шли дальше в другую сторону, пожимали плечами, кажется смеялись, а на поводке у них была простая овчарка. Я облегченно выдохнул, но сразу же спохватился. Если ж у меня уже такие галюны, как же до врача дожить, не словив сердечный приступ, проходя мимо очередного бомжа? Я закинулся лекарствами и лежал в постели с чашкой кофе, думая о том, как же четко и ясно я видел ползущий торс. Итого, я имею едущую крышу, непонятно на какой почве, а еще я заболел. По выходу из аптеки я вдалеке увидел что-то, что мне отдаленно напомнило существо без лап, а потом из-за моего плохого самочувствия мозг дал сбой, и мне привиделось это нечто. Складно же звучит? Осталось самому в это поверить. Я нервно хихикнул и в подъезде раздался лютый вой, отчего я аж отдернулся в сторону от коридора. Вой этот был продолжительный и, как я вскоре понял, очень скорбный. Кричала какая-то женщина, что-то вроде «Да как же так-то? И на что ты нас оставил? Что-то такое». Мои тапки прошаркали пару этажей вниз, и я увидел открытую дверь в квартиру Ивана и, судя по всему, его маму, которая рыдала и выла, а кто-то из экипажей скорой помощи чисто по-человечески пытался ее успокоить. Повылезало еще несколько соседей посмотреть, что творится этим утром. «Убили! Довели!» Выломать. Позже, когда тело Ивана уже увозили, мне удалось подслушать, что говорили менты. Походу Иван, как со мной поговорил утром, так пошел обратно в квартиру и застрелился из ружья. Улики были налицо, так что обойдется без лишней работы, как я понял. Слишком много какого-то дикого дерьма происходит за такой короткий срок. Меня не особо заботило, что сосед себя зачем-то пришил. В конце концов, это был просто мой сосед-чудило, а не какой-то приятель, так что это его дело, что он решил разнести себе лицо на «Кусочки!» Веселый девичий голос, словно из старых серий Иралаша, снова пробился в мое сознание и с удвоенной силой стал прокручивать эти кусочки. Я катался по полу своей квартиры, держась за голову и крича, пытаясь заглушить девочку внутри мозгов. Но не получалось. Она была куда громче. Она заставляла меня найти для нее потерянные кусочки. «Кусочек! Пожалуйста, я потеряла! Где же?» «Слушай, ну, скорее всего, это будет увольнение. Я уж не знаю, что ты там делал, но как в себя придешь, я тебя жду в офисе. Подпишешь все. Давай, ладно, без обид, понял? Такие правила». Я молча повесил трубку домашнего телефона и оглядел свою квартиру. Все было перевернуто, постельное белье было порезано, подушки порваны, шкафы растерзаны, одежда и всякие вещи валялись тут и там. На часах был полдень, и в мою дверь звонили менты. Я не хотел им открывать и ждал, пока они просто свалят. Мне не до них. Но они то звонили, то очень настойчиво долбились. Хуим, не открою. Я вставил наушники в уши и стал скроллить двач, пытаясь хоть как-то отвлечься от всего этого мудоебства. Сил думать о чем-то не было. Сил прибирать хаос, который я устроил в очередном припадке, тоже не было. Хотелось столько есть, но, опять же, сил на готовку не было. Да и я вообще болею. Откуда у меня силы? Ну, правда? Я скрывал неугодные мне треды один за одним, пока не нашел пост, в котором оп залил фотку какого-то подвального помещения и подписал курсивным шрифтом. Кусочки, ёпта. Уже не меняясь в лице, я нажал на картинку, пытаясь высмотреть в ней хоть что-то, за что может тут цепиться взгляд. Но ничего такого не было, просто какой-то подвал с трубами, освещенный желтой лампочкой. Но название фотки было не отредактировано тем, кто ее заливал. Очевидно, она была сделана на смартфон, и тот дал ей системное имя. Дату того дня, когда она была сделана. Три месяца назад. Я проморгался и скрыл этот тред. Пошли вовсе нахер. Пепельницу к наступлению вечера я заполнил уже до краев, превратив ее в ракового ежика. На душе было тошно от всего. Почему-то вдруг стало вспоминаться беззаботное детство, друзья из школы, и то, как мы с мамой ходим по рынку, выбираем мне штаны. Да такие, чтоб я на 1 сентября был самый завидный жених, и чтоб все девчонки на меня глаз положили. А какие в наш класс ходили девочки. Одна за одной дочка какого-нибудь быдлокабанчика, или уже в столь юном возрасте наглая мажорка. Зато я вдруг понял, почему голос, который владевает моим сознанием в последнее время, мне так знаком. Это был голос Юли Шарпухиной, одной из тех самых юных мажорок. Таким, каким я его запомнил. Помнится, она ушла в другую школу в какой-то момент. Имя я запомнил, потому что тогда она мне казалась очень красивой. Такой типа феечкой Винкс с почти белыми волосами. Всегда в платьях ходила. Короче, я решил найти ее профиль в Пашке. Посмотри, как она изменилась. Пока искал, думал, почему же ее голос говорит мне про какие-то кусочки. И пришел к выводу, который показался мне логичным. Юля мне так нравилась, что я ее голос очень хорошо запомнил. И теперь мой постепенно едущий чердак, которому надо терроризировать меня именно девичьим голосом, выбирает из-за кормов памяти именно ее. И ее же речью воспроизводит всю эту херь. Логично настолько, насколько что-то вообще еще может быть логичным в таких-то обстоятельствах. Профиль был найден. Ну и кобылой она стала, конечно. Фотка с каким-то хабалистыми подругами на ави, уродливое синее платье в белый горошек, в статусе какая-то высокопарная хуйня, а-ля всем известной цитаты Сэмюля Джексона. А вот на стене были посты от ее друзей, в которых они пишут какой-то беспокойный поток мыслей. Вот какой-то Вася Бедлосов пишет. «Юлька, ты куда пропала?» И куча смайликов удивленных. Вот ее подруженька пишет. «Юлечка, мы по тебе очень скучаем. Напиши что-нибудь». А вот отец. Возьми трубку, доча. Я протер глаза и посмотрел на то, когда она последний раз вообще заходила. Заходила она три месяца назад. В дверь позвонили. Я услышал это в тот момент, когда песня в наушниках кончилась. Неужели настойчивые менты еще не свалили? Однако же в глазок я увидел бабку с первого этажа. Я открыл дверь и на пол сразу упала визитка с гербом. Менты подсунули, видать. Грустная бабуля дрожащими от старости губами говорит. «Чего-то мне никто не открывает. Послушай, как тебе? Гена, да?» Я был не Гена, но кивнул. «Это, слушай, не знаешь, че это с водой у нас приключилось?» «А что с ней?» «А?» «Что с водой говорю?» «А, ну какая-то она совсем гадкая. Такая, ну, какая-то грязная совсем. У тебя что, не так? Нормальная?» Я сказал подождать и включил воду в ванной. Сразу набрал в ладони, решил хлебнуть. Она была какой-то сладковатой, непонятно точно, как описать. И воняло. Но я жмылся в ней недавно, вроде не было такого. Я вернулся к бабке и сказал. «Да, херовая вода. Вы позвоните в управляйку, спросите, че у них там». «Да куда ж...» Помялась бабка, но я не стал ее дослушивать. Забрал визитку ментов и закрыл дверь. На этой визитке было уведомление от кого, кому, с требованием позвонить. От кого, от участкового. Кому, мне. «Пошел нахуй!» Буркнул я и, приняв лекарство, пошел на улицу все в том же бомжатском прикиде. От вида раскуроченной квартиры было уже мерзко и от запаха воды, которая текла все время, пока я прощался с соседкой, тоже. Когда болеешь, сигареты так противно воспринимаются организмом. Вкус вообще какой-то кривой становится, будто веник куришь. Да и больное горло мешает нормально раскуриться. Короче, этого удовольствия был лишен. Я просто топал вниз по улице в те районы, в которых раньше не был. Решил пооткрывать пятна на карте, так скажем. Прохожие смотрели на меня, как на эталонного фрика, которого надо избегать. И я, в общем-то, был этому вполне рад. Людские лица сейчас почему-то бесили. Я не знаю, куда я иду. Не знаю, что со мной случится, если кусочек снова возьмет свое. Я все размышлял, почему же это все происходит, но не спешил делать никаких выводов, пока не посещу врача. Я решил проверить запись. Да, все верно, число нужное. Хотя, стоп. А сегодня какое? Запасной телефон, работающий на соплях, уверял меня в том, что сегодня день записи. Ну, я же записывался на послезавтра. Стоп. Это получается, что в тот последний раз, когда я и размолотил хату, я проспал не с утра до обеда, а с утра до обеда уже следующего дня. Я еще раз проверил запись. Еще раз проверил число. Да, блядь. Я опоздал на прием. Хоть бы позвонили. Тоже мне платная клиника. Хотя, как бы они позвонили, я аж симку только сейчас переставил. Но опоздал я не сильно. Может, еще успею добежать. Прямо так, в своем ужасном одеянии, я туда и помчал. В надежде, что в регистратуре мне скажут что-то вроде «Ну, проходите, так уж и быть». Нет, ну, мало ли. Если перезаписываться, то небось, еще на пару дней вперед перенесут. А у меня за это время уж точно шифер отсвистит окончательно. Двадцать минут спустя я стоял у дверей поликлиники, весь запахавшийся и грязный, потому что по дороге поскользнулся на сырой грязи. «Здрасте, я к Колокольникову записан и вот это время. Извините, опоздал». «Саш, посмотри, к Колокольникову есть кто сейчас?» нежным голосом попросила красавица из регистратуры своего коллегу. Коллега сказал, что сейчас никого нет, и эта красавица попросила у меня паспорт и полис. Конечно же, все это осталось в приличной одежде дома. Я только открыл рот, как вдруг девушка ударила ладонями по столу, резко встала и заорала мне в лицо. «Ищи!» «Ничего себе, какая нетерпеливая барышня!» Я и слова-то сказать не успел, она уже орёт. Как её ещё не уволили-то? Только я начал формулировать парирование в стиле «Ты чего пишь, пиздючка!» Как она сквозь зубы буквально прорычала. «Ищи кусочки!» Далее я был не в силах солдат с собой и ударил эту регистраторшу по лицу, а после нервно хохоча выбежал из поликлиники и побежал в сторону дома. Кажется, за мной гнался её коллега, тот Саша, и хотел покарать меня за рукоприкладство, но я был быстрее. Возле дома я замедлился и увидел на лавке у подъезда ту бабульку, которая по вопросу воды ко мне приходила. Она плакала, я сквозь слёзы спрашивала, будто у самой себя. «Да где ж мне их искать-то, господи?» Я взял её за плечи и посмотрел прямо в глаза и на повышенных тонах спросил. «Кого? Кого вы всё найти-то не можете? Кусочки?» Бабулька закатила глаза и закричала со всей силой, что ещё осталось в её дряхлом теле. Я отшатнулся от неё, как от прокажённой, и стал нервно искать ключи. «Чё вообще происходит-то, блядь? Чё творится?» Ключи не находились. Я со злостью сорвал с себя куртку и разорвал рукав по швам. Пока бабулька всё никак не унимала крик, я потрошил куртку и искал в ней ключи со сатаневшим взглядом. В итоге бабка замолчала, и я услышал, как она походу упала с лавки. Посмотрев туда, я увидел, как её торс, лишённый рук и ног, оставшийся только в засаленном сарафане, полз на меня так же, как это делала та ментовская собака. У меня от этого задёргался глаз и перехватило дыхание. Спасибо, что рука наконец-то коснулась ключей, которые, как оказалось, провалились в дырку во внутреннем кармане. Я пытался их оттуда выводить, пока торс неспешно, но с большим желанием полз в мою сторону. А мозг, как назло, снова решил напомнить о кусочках. КУСОЧЕК Это был уже хрипящий и задыхающийся голос взрослой девушки. Я бросил попытки добраться до ключей и сорвался с места, побежав в сторону такой подвальной пристройки с сайдинговой крышей. У каждой пятиэтажки такие есть, и наша не была закрыта практически никогда. Посему-то мы бухали, местные алкаши и страли бомжи. Под хрипение голоса в голове я ввалился внутрь этого сырого помещения и побежал дальше по темноте, ориентируясь лишь по кирпичной стене, на которую изредка опирался. КУСОЧЕК 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 Она все не унималась. Голос ее смешался с голосами всех, кого я встретил за последнее время. С голосом бабки, с голосом Ивана, с голосом его мамаши, коллеги, босса, регистраторши, вообще нахрен всех. Я упал на твердый пол и стал биться в него лбом, лишь бы все не заткнулись нахер. Тошнит от вас всех, отъебитесь! Где мне их искать-то? Может час, может два часа спустя, я пришел в себя. Я лежал на полу в каком-то кирпичном лабиринте, вдоль стен которого были проложены толстые трубы. Выглядели они даже толще тех, что рабочие с года в год меняют, перекапывая тебе во дворе всю землю, а потом нихрена за собой не убирают. Некоторые трубы были толще моей ноги в три раза. По ним текла вода, и это было прекрасно слышно. Вот это и есть водоснабжение нашей всратой пятиэтажки. Не так я его себе представлял. Зайдя за угол, за которым было видно тусклый свет, я увидел еще одно собрание таких труб, освещаемых желтой лампочкой, и подавился слюной. Это был подвал с фотки над вачей. Это был подвал из моего обезвоженного сна. Я слонялся по нему, а голоса эхом говорили мне о кусочках. Из раны на лбу шла кровь. Кусочек! Кусочек! Истерил голос. Я преодолевал поворот за поворотом. Приходил в тупики, разворачивался, ругался, ходил туда, сюда. Свет становился все более тусклым. В тени слышались шорохи. Со временем они становились все отчетливее. И в темных провалах этих коридоров, если посветить туда моим вялым фонариком, можно было увидеть, как мимо проползает очередная грудина без рук и ног. Эти... Эти остатки тел ползали повсюду, по всему этому подвалу. И со временем я понял, что надо следовать за ними. В итоге, выследив очередной ползущий кусок, я стал медленно красться за ним. А он этими неестественными движениями очень старался ползти вперед, стирая кожу в кровь. В конце концов, он свернул за поворот, а когда я зашел за ним, его нигде не было. Это значило, что он меня привел в нужное место? Здесь очень сильно чем-то воняло. Разум был пуст. Поэтому я с дымкой в голове плутал по новым ответвлениям коридоров, пока вонь не стала сильнее. В тупике я нашел зеленый мешок, перевязанный жгутами, закинутый в кучу раскрошенных кирпичей. От мешка и пахло этой гнилой вонью. Но я уже начал совсем потихоньку понимать, что тут вообще происходит. Хоть общая картина, даже если сложится, все равно будет шизанутой мазней, вышедшей из-под кисти Мунка. Потому мешок я и разорвал. А там... Там, конечно, лежал торс. Только уже не такой, как я видел до этого, а с явными следами медоничного расчленения. Посиневший, позеленевший, абсолютно невыносимо воняющий, женский, укутанный в теперь еще более уродливое синее платье в белый горошек. Юля, выходит, один твой кусочек я нашел. Участковому из визитки моя история показалась очень нескладной и не мудрено. Разумеется, первым подозреваемым в убийстве последующим расчленением и распихиванием конечностей Юлии Шарпухиной по трубам водоснабжения стал я. Да что уж там, меня напрямую спрашивали, как я умудрился это сделать. Но очевидно, это был не я. Врачи доказали ментам, что на момент обнаружения трупа я был в состоянии близком к полному сумасшествию, и что в подвал я пришел впервые в жизни, в очередном приступе паники. А последующее расследование указало на то, что мою бывшую одноклассницу похитил ебанутый сосед Иван, а потом выпилился, как говорят, от чувства вины и психической нестабильности. Так что меня, как простого шизами Макрока, отпустили. Но я-то уж знаю, что дроби он захавал потому, что Юля и его терроризировала, и его заставляла искать то, что потеряла. Его и всех жильцов района, даже рандомных бомжей, в одном из подвалов, в котором она и лежала. Точнее, то, что от нее осталось. Вот только одно мне непонятно. Почему так долго не могли найти столь вонючий шмат мяса в нашем подвале-то? А вот, там был настоящий лабиринт. То есть, серьезно, такого строения подвальных помещений нельзя было встретить ни в одном доме в стране. Да и таких толстяных труп с водой, как я потом узнал, там быть не должно. Блуждая по этим помещениям, менты, помимо граффити и надписи в стиле «Пашка-лох», нашли еще закутки, полностью списанные каким-то гудроном. А что было написано там, так это вообще шизофазия. Смесь проклятий и молитв из каких-то сектантских книжек. Так и не установили, и Иван ли это там художествами занимался, или это появилось еще до него. Короче, я хз, но теперь мне надо найти новую работу, собрать денег и переехать отсюда к ебени матери. Потому что, если в этих подвалах снова расчленят какого-то зеваку, я буду совсем не рад, если и его призрак начнет меня так остервенело закалепывать. Я вышел из дома прилично одетый, поздоровался с бабкой с проблемной водой. Она поздоровалась в ответ и проводила меня добрым взглядом. Сейчас я держал путь в цветочный магазин и планировал купить еще какой-нибудь дорогой ништяк. Надо было срочно извиниться перед той барышней из регистратуры. Я ведь стукнул ее, будучи с помутненным сознанием. Может поймет, может простит, а там может и на свидание я позову. Круто я придумал. Всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, вам история понравилась. По-моему, отличная фантазмагория вышла. Пишите мнение в комментариях. Еще раз спасибо всем за прослушивание. Спасибо автору, напоминаю, что ссылка на него в описании. Подписывайтесь на его группу, подписывайтесь на мою группу, на канал в Телеграме, ну а также подписывайтесь на Бусти, если есть желание и возможность. Ну а с вами же был канал Зов извне. Всего вам хорошего и помните, что мы обязательно еще увидимся. Ведь кусочки я уже нашел. Я уже нашел.